Честно говоря, в данный момент нам все же не до Луны. Нам нельзя на Земле разобраться, что у нас происходит с ближайшими соседями. Мы находимся в такой критической ситуации для нашей экономики, когда она может просто неожиданно сложиться, как карточный домик. Потому что у нас финансовая система очень перенапряжена. Перенапряжена значительно изо всех этих событий. Совокупность событий не дает уверенности в том, что вообще у нас не произойдет единовременный какой-то финансовый коллапс. Банки все сыплются и сыплются. Потом те процессы, которые в банках в сфере происходят, они вымывают малые и средние банки, потому что там идет еще больше отток кладов, там идет закрытие лимитов друг на друга. Соответственно, они становятся все больше проблемными, значит, их еще больше надо закрывать. Значит, оставшиеся опять-таки начинают закрывать лимиты. И так мы можем прийти к тому, что у нас останется 2-3 крупных государственных банка. То есть банка система очень перенапряжена. Дальше перестали расти вклады физических лиц. И наоборот, физические лица все занимают и занимают, и опутываются все больше долгами. Скоро эти суммы вообще могут сравняться. И таким образом, вот суммы, которые сейчас дают в пассивы физические лица, они долгое время питали нашу банковскую систему. Они оказываются, фактически эти пассивы становятся для банков недоступными. Физические лица становятся должниками, а они не источником средств для банковской системы. Это тоже нам, конечно, сейчас грозит. Поэтому в данный момент есть риски для золотовалютных резервов. Потому что сдерживая падение курса рубля, поскольку есть ожидания его падения, мы понимаем, что долгой центральный банк этого делать также не может. Поскольку критический объем золотовалютных резервов для России – это где-то 400 миллиардов долларов. А уже сейчас 470. То есть речь идет о том, что 2-3 месяца поддержания курса, и все. Дальше вообще непонятно, что делать. Поскольку собственные резервы центрального банка, они где-то уже сейчас равняются 250 миллиардов долларов, не более. А минимальный уровень где-то 200. Значит, мы находимся в такой ситуации, когда мне о Луне думать, наверное, пока рано. И не стоит. Мне кажется, это довольно странным, когда Рогозин в то время, когда в стране угрожает финансовая катастрофа и военная операция происходит. То есть фактически мы находимся в полувоенном положении, в плохих финансовых условиях. Начинает разглагольствоваться о Луне, о том, как ее колонизировать и так далее. В моем мнении, что это какой-то пиар и желание отвлечь нас разговорами какими-то о высоких материях от серьезных реальных проблем.